Открытое обращение к президенту. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся к вам от имени многочисленной части жителей Санкт-Петербурга. Нас, жители города трех революций, не может не беспокоить ситуация, которая складывается в нашей родной стране, в нашем городе, и на наш взгляд угрожает не только благополучию граждан, но и будущему страны в целом. Мы не будем подробно перечислять все нарушения властей на местах. Они достаточно подробно изложены нашими согражданами из других регионов, в видеообращениях к вам. Эти нарушения носят системный характер и уже по всем признакам напоминают неприкрытый геноцид народа. У нас складывается впечатление, что ваши советники либо не докладывают вам об истинном положении дел в обществе, либо искажают информацию. По нашим наблюдениям, напряжение в обществе настолько велико, что начинает носить угрожающий и необратимый характер. Просим вас, как человека с юридическим образованием, изучить все противозаконные постановления и дать им правовую оценку. Ситуация, когда внутри страны люди искусственным образом отравливаются друг на друга, когда культивируется чувство превосходства одной части населения над другой, по признаку наличия или отсутствия некой медицинской процедуры с оголтелыми незаконными призывами осуществить насилие над той частью, которая пытается воспользоваться своим законным правом на добровольность медицинского вмешательства, представляется нам недопустимой. В стране повсеместно вводится некий товарный знак, QR-код, который становится единственным обязательным условием получения гражданами доступа ко всем услугам. Некоторые из них, которые являются жизненно необходимыми. Отменяются спортивные соревнования и мероприятия. Дети, подростки лишаются возможности заниматься спортом, повышая свою спортивную квалификацию. Вы сами спортсмен, вы знаете, что это значит для спортсмена, особенно юного. Целое поколение спортсменов практически выброшено из спорта, перечеркнуто немалые усилия спортсменов и тренеров, многолетние материальные затраты родителей, фактически девальвированы. Молодые люди не имеют возможности устроиться на работу без наличия пресловутого QR-кода. Большая часть населения не имеет возможности посещать учреждения культуры и искусства. Людям угрожают отстранением от работы, что равносильно лишению элементарного пропитания человека, а часто и целой семей. И все это под прелогом борьбы с инфекцией при отсутствии официального объявления какой-либо пандемии или эпидемии, отсутствии какой-либо достоверной информации. В средствах массовой информации присутствует только одна агрессивная риторика. Альтернативное мнение не допускается в СМИ, а те авторитетные специалисты в области иммунологии, эпидемиологии и вирусологии, которые призывают к объективному обсуждению проблемы и предлагают позитивные решения, подвергаются астракизму и откровенной травле. Подобными мерами создается беспрецедентная почва для процветания коррупции, когда люди вынуждены отказаться от навязанной процедуры, иногда по медицинским показаниям, становятся невольными преступниками, вступая в сговор с теми, кто готов помочь им получить этот самый код незаконным способом. Нормой взаимодействия властей и граждан стали грубый шантаж и манипуляция со стороны первых. Конечно, это не может не вызывать в людях возмущение и неприятие. Мы опасаемся, что игнорирование и недооценка недовольства народа может быть опасной и чреватой непредсказуемыми последствиями представлять непосредственную угрозу нашему государству. А мы же хотим жить в мирной, стабильной стране и заниматься созиданием во имя будущего наших детей. Хочется спросить, с каких пор у нас в некий товарный знак имеет приоритет от Конституции государства? И кто, если не вы, будет гарантировать гражданам незыблемость основополагающего закона страны? Уважаемый Владимир Владимирович, народ не хочет расходиться. Есть еще дополнение. Здесь присутствуют родители с детьми, с внуками. Мы пришли, чтобы сказать вам, мы боимся за будущее своих детей и внуков. Отдавая их в школу, сердце болит о том, что сделают с нашими детьми по указаниям чиновников. То ли возьмут тесты, то ли сделают вакцинацию без нашего ведома. Нас всех это очень беспокоит. Тем самым наши дети могут лишиться права на образование, которое заложено в Конституции для каждого гражданина нашей страны. Мы против этого выступаем. Мы за безопасность наших детей. Мы за самоопределение каждого родителя о будущем своего ребенка. Введение QR-кода ущемляет права как привитых, так и непривитых. Теперь каждый человек обязан будет предъявлять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность каждому официанту и охраннику. Такого не было даже, когда по Усвайсам ходили. Коренная петербурженка. У меня дед погиб. Бабушка была блокадницей. Умерла рано, потому что пережили эту блокаду. Нам всем не понаслышке. Моей семье известно, что ведет за собой вот эти все преступления, которые... Мир наш... Был разрушен, в общем-то, нашей семьей, моих предков. Вот. И сейчас в нашем городе создается антифашистский комитет в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Потому что антифашистский комитет создается в городе, где я родилась, где меня принимали в комсомол, где окроплен... Каждый, как говорится, каждый... У меня похоронены на братском кладбище, в Смоленском, прабабушка, ее дети. Это вообще просто ужасно. Вот. Я прошу принять меры и обличать... И у вас уже можно только вот людей, которые это все устраивают, только обличать и судить по нюрнбергским протоколам.